И вот как раз о скрипе. Интересная новость, которая попалась нам в лентах новостных. Вот некий Джон Хербст, признанный опытный дипломат, он бывший посол США в Украине, он уверяет, что якобы разгадал такую себе тайну Ленд-Лиза. И говорит, что якобы это лишь рамочное обещание Конгресса США и президента США о том, что поддержка Украины будет и будет она долгосрочной. Но вот никаких подробностей этих поставок оружия, их качества, продолжительности и количества, ни о чем об этом речи не идет в законопроекте непосредственно. Вот так ли это на самом деле и ваше видение этого документа в целом? Джон Хербст, правда, очень опытный дипломат. Но вы знаете, военные дипломаты, у нас разные подходы и разные взгляды на решение проблемы. Посол Хербст очень опытный дипломат. Но я читал этот закон много раз, я прочитал. Там, правда, ничего не сказано ни про сумму, ни про количество, ни про даты, кроме дат. То есть это развязывает руки президента, он более не должен совещаться с Конгрессом, сколько, куда, когда поставлять. Вот все, что он решит, нужно, он может дать. В Конгрессе уже и в Белом доме лежит список. Давным-давно сразу же украинцы составили очень длинный список всего, что им необходимо для полной победы. Но по этому списку, по этому ленд-лису Украина уже прошло больше 60 дней. Даже по закону уже президент обязан отчитаться за это. Ноль. По ленд-лису Украина получила ноль. Ни одной вещи она не получила. Даже пару носок или объявл. Ну пока октябрь звучат термины. Вот. Теперь откуда этот термин они взяли, этот октябрь? В законе написано, что ленд-лис должен идти через... Новый финансовый год? Через финансовые годы. 22-й и 23-й. Значит, два года. Финансовый год 22-й, я не экономист, не бухгалтер, даже я знаю, что финансовый год 22-й начался в ноябре 21-го года. То есть он начался в прошлом году уже. Поэтому у президента не надо ничего спрашивать. Но вот этот новый октябрь 22-го года, первый раз я это услышал от бывшего или, может быть, настоящего майора КГБ, господина Швеца, что он вдруг сказал, что финансовый год начинается в октябре 22-го года и до этого не идет. Но это нонсенс, это даже оксимарон, потому что зачем тогда иметь ленд-лис, зачем так его толкать, упрощать его, мол, так это срочно нужно послать все необходимое оружие, чтобы разбить фашистскую Германию, что даже с Конгрессом не надо это согласовывать более, и не надо бюджет никакой утвердать более, и потом сказать, а, нет, это начнется только через полгода, так что не волнуйтесь. Зачем тогда вообще ленд-лис? Можно было тогда обсудить бюджет, все остальное и сделать как всегда. Зачем же тогда ленд-лис? Поэтому нонсенс. Ленд-лис, это значит, что на следующий день президент Байден мог дать все, что он угодно, все, что он решил, не советуясь абсолютно ни с кем, дать Украине заполнить корабли, заполнить наши геркулесы, самолеты и направить в сторону Украины. Но уже больше 60 дней прошло с тех пор, как подписан ленд-лис, и по нему Украина получила абсолютно ноль. Еще ничего. Я не уверен. И также, если вы послушаете все выступления президента Байдена, все выступления министра Остана, командующего Милы, секретаря гос Депа Блинкина, они ни разу за все, уже за 60 с чем-то дней, больше чем 60 дней, ни разу ни в одном своем выступлении не употребили слово ленд-лис. То есть, как будто его нет.